Привет, друзья, с вами я, Трен. Сегодня будет видео про Bad Boys, про самого главного босса зла и про Amazon. В апреле 24-го представить свой Digital Marketplace или по-другому NFT Marketplace. Посмотрим, какие проекты интересовался Amazon ранее, которые могут представить возможность создания NFT для любого проекта, продукта, который продается на Amazon. Итак, начнем. Первое слово, которое в списке тех, которые я всегда неправильно произношу. CES, то есть SEC. Или CDBC, то есть CBDC. У меня на смене с утра очень хорошее. Так, SEC и CFTC. Первое говорит, что кроме биткоина, все остальное это как в Римской империи. Только биткоин имеет право жить. CFTC сейчас говорит, что нет, эфириум тоже. Ну, этому не стоит абсолютно обращать внимание и потратить даже минуту вашего времени, потому что это только сценарий Bad Boys. В них у обоих один босс. И на слове босс мы посмотрим на самого босса. Джоран Пауэлл сказал, что FedNow лишит индустрии цифровых активов любых преимуществ. А давай мы немного остынем, да? И все, обсудим. Тебе не скрыться от моей мести. Чего? А тут мне всегда вспоминается фильм, в котором мафия говорит, босс мафии говорит, что Джонни умер. Его спрашивают, как он умер. Его передавил грузовик. Два раза. И тут важно два раза. Первое. But now. Следующее. Это CBDC. И сценарь такова. Джонни проходит в улицу. И тут грузовик давит его. А когда босс говорит, два раза. И тут медленно показывается, как грузовик идет обратно. Джонни тут, это банки. Много коммерческих банков, которые не нужны, когда у тебя есть аккаунт прямо в федеральной резервной системе. Так что к таким выражениям нужно относиться с умом. Если у тебя программа, которая с помощью смарт-контракта, с помощью NFT создаёт возможности, FedNow или CDBC, они не замена этим возможностям. FedNow будет обеспечивать напрямую работу кочелка конечного пользователя в федеральной резервной системе. Это не цифровая индустрия. Итак, про бэдбой Секи CFTC сказал. Терите Amazon. На 24 апреля планируется открытие Amazon Digital Marketplace. По-другому NFT Marketplace. Мне однажды сказали, что я люблю творчество Чика Крипто. А я ответил, что мы все любим Радит. Поскольку Чика Крипто сказал про Link, Avalanche, который в партнёрстве с Amazon. Link в партнёрстве со всеми. Тут уже не надо говорить, что Link с кем-то имеет партнёрство. Avalanche – одна из топовых программных решений, у которого тоже линия направления, как и у Link. Они будут работать со всеми. Мне интересны проекты, которые очень узкие в партнёрстве. И вспомнится Dips, которым инвестировали Amazon. Dips – это Marketplace, где можно купить или продать бейсбольные карты. И самое важное – можно купить или продать какую-то маленькую часть этой карты, которая стоит каких-то бешеных денег. Амазоны инвестировали в Dips. У Dips нечего для нас купить и думать, что цена токенов прирастет. Тут нечего такого. Но технология, на которой построили Dips, вот этот блокчейн интересен. И развитие этого блокчейна интересен. За которым я слежу. У меня есть в партнёре Vax. Vax и O. Странница. И Dips построили на Vax. Всё, спасибо большое. Увидимся.